На этой неделе на небе появился новый объект, слабая красноватая точка. Пока ее наблюдают только астрономы, но уже к маю 2011 года ее можно будет увидеть и невооруженным глазом. Это темная планета, она же Нибиру, таинственная часть нашей Солнечной системы. Вероятность ее существования НАСА признала лишь в 1982 году, при том, что шумеры еще 5000 лет назад уже называли ее крылатым диском и утверждали, что появление Нибиру на небосклоне сулит одни неприятности. Какие именно, выяснил Александр Огородников. Может ли небо упасть на Землю? Вопрос уже не актуальный. Прогрессивное человечество ждет более грандиозного события, падения на Землю другой планеты. Конечно, не в прямом смысле слова, но планета Нибиру подлетит к нам так близко, что последствия могут быть катастрофическими. Дело в том, что Нибиру, или как еще ее называют планета Х, гораздо крупнее Земли, а значит, ее гравитационное поле гораздо сильнее. Его разрушительное влияние мы почувствуем в конце 2012 года, когда сближение будет максимальным. Как следствие, изменение наклона нашей планеты, а соответственно и полюсов. Глобальное похолодание, там здесь сейчас тепло, и очередной всемирный потоп. Две трети населения нашей планеты попросту погибнет. Согласно одной из теорий, Нибиру — это планета богов. В древних текстах их еще называли анунаки, то есть сошедшие с небес. Раз в 3600 лет она якобы появляется, приближается к Солнечной системе, к Земле. Согласно некоторым расчетам, к 2011 году темную планету будет видно даже невооруженным глазом. А 21 декабря 2012 года Нибиру пролетит мимо Земли и засияет на нашем небосклоне яркой красной звездой, словно второе Солнце. Кстати, по случайному или совпадению или нет, но именно в этот день заканчивает... Про неї знали еще стародавние шумеры. Про неї знает и НАСА. Та на уроках астрономии вы не слышите про неї ані слова. Колись вона уже была тут. Иснувание невидомой планеты забороняют говорить в голос. Нибиру. Лучше запамятать назву цього светила, бо вона наближается. У 1972 році Джозеф Брейді з Каліфорнійского університету помітив, що якась невидома планета викликає гравітаційне беззладдя орбіти комети Галлея. Розрахунки астронома показали, що вона в 5 разів масивніша за Землю. Та цю інформацію швидко прикрили, пославшись на похибки дослідницкого аппарату. Тривалий час дослідники НАСА замовчували відомості про Нибиру. Усю інформацію про неї суворо оберігають і не піддають розголосу. Вторення Всесвітнього потопу. Це станеться, якщо Нибиру пройде над одним із полюсів. Крига ростане. І спасіння тонучих – справа рук самих потопельників. Інформацію про Нибиру і досі замовчують. Жодної програми, жодного документального фільму. НАСА не публікує результатів своїх досліджень. Та зараз молчати вже немає сенсу. І відомості про червону планету спливають на поверхню. А в травні 2012-го її побачать усі неозброєні моком. У вересні того ж року Нибира буде схожа на друге Сонце. Тільки червоного кольору. Та найгірше чекає на нас у грудні 2012-го. Коли Нибиру наблизиться до Землі на ризиковану дистанцію. Небесне тіло, превышающее розміри Землі в п'ять раз, пройдет по орбіті в опасній близості від нашої планети. Сила його притяження буде настільки мощною, що Земля може поменять наклон. Якщо це злочиться, то змінювшаяся ось вызовет смену магнітних полюсів. І тоді на планету оброжатся невідні сили наводнення і звердження вулканів, сметаючі все на своєм пути смерчі і землетрясіння. Це Захарія Ситчин, знаменитий американський ученый. В 1978 году Ситчин делает сенсационне заявлення. В Солнечній системі вовсе не 9 планет, як считає офіційна наука, а 10. По утвердженнюю ученого, кроме всім известних планет, существує ще одна – Нибиру. Она блуждає в космосі по невероятно витянутій орбите. І проходит через Солнечну систему раз в 3600 років. В теорії Захарія Ситчина в научному сообществі отнеслись с недоверием. Астрономы не могли поверить в то, чого не видно в космическом пространстве, даже в самые мощные телескопы. Однак уже в начале 80-х, после длительних математических вычислений і построений компьютерних моделей, существование планеты Нибиру було доказано. В 1982 году НАСА допустило существование большой планеты, которое впоследствии було дано название Нибиру. В 2005 году американские астрофизики заявили, что на расстоянии приблизительно в один световой год от Земли располагается огромное космическое тело. Но главное – на огромной скорости оно приближается к нашей планете. Небесное тело настолько темное, что ни оптические телескопы, ни другие приборы не в состоянии его увидеть. Зафиксировать загадочный космический объект ученые смогли лишь два года назад, когда на земную орбиту вышел новый сверхмощный инфракрасный телескоп. То, что увидели астрономы на расшифрованных снимках, сделанных с телескопа, надолго повергло их в шок. В черной пустоте космического пространства четко угадывались очертания огромной планеты. Сомнений уже не оставалось. Это Нибиру. Инфракрасный спутник, который действительно засек объект достаточно больших размеров. И ему удалось этот объект не только засечь, но и как-то зафиксировать, сфотографировать. После изучения параметров и траектории движения гигантской планеты ученые пришли к неутешительному выводу. Нибиру больше Земли в пять раз. Но самое страшное – через три года она может пролететь в нескольких сотнях километров от Земли. Находясь так близко к нашей планете, она запросто сможет сорвать с нее атмосферу. Ученые выяснили, что однажды Нибиру уже погубила другую планету. Оказалось, что 16 миллионов лет назад в нашей Солнечной системе существовала планета Фаэтон. Она располагалась между Марсом и Юпитером. Теперь на ее месте пояс астероидов. Ученые считают этот пояс не что иное, как осколки древней планеты. По словам астрофизиков, скорее всего, Нибиру столкнулась с Фаэтоном, когда она в очередной раз проходила через Солнечную систему. После такого удара планета разлетелась на куски. По словам ученых, правительство просто скрывает от человечества правду, чтобы не вызывать панику. Представители всех военных разведок мира эту информацию о том, что Нибиру может принести значительный ущерб, урон, разрушение и даже гибель жителей Земли имеют. А не разглашается эта информация и не становится достоянием общественности только лишь потому, что НАСА и все эти структуры хотят спасти достойных представителей Земли. Спасти всех они не...